Здравствуйте, уважаемые подписчики канала Прокачка. Сегодня мы поговорим о количестве повторений в подходе. Сколько повторений дают максимальный мышечный рост. Итак, чем больше у нас количество повторений, тем ниже мы должны брать вес, чтобы осилить эти повторения. Чем меньше повторений, тем больше мы вес можем взять. Как это влияет на мышечный рост? Чем больше веса и меньше повторений, тем больше у нас гипертрофируется миофибрил. То есть сама мышечная ткань. Чем больше повторений, тем больше идет гипертрофия миофибрил. Ой, саркоплазма в смысле. То есть энергетических структур. Увеличивается содержание гликогена в мышцах, креатинфосфата, улучшается кровоснабжение мышц и так далее. Какая же идеальная, сколько же повторений идеально выполнять для роста мышечной массы в бодибиллении? Обычно рекомендуют выполнять 8-12 повторений в подходе для бодибилдеров, если у вас стоит цель максимальное наращивание мышечной массы. Если вы занимаетесь пауэрлифтингом, то количество повторений в подходе должно быть меньше. Обычно пауэрлифтер тренируется в пределах от 1 до 6 повторений, в зависимости от периода его тренировок. Ближе к соревнованиям количество повторений снижается. Рабочие веса растут. Соответственно, чтобы на самих соревнованиях показать единичное максимальное повторение. Кроссфиттеры же часто делают больше повторений, больше 12. На сушке часто используют больше 12 повторений, потому что больше 12 повторений вы можете истощить больше энергетические ресурсы организма, следовательно сжечь больше жира, чем при малоповторном тренинге. Однако можно использовать пирамиду, когда вы делаете малое количество повторений с большим весом, потом снижаете вес и добиваете мышцы уже меньшим количеством бактерий. Но опять же, такие на сушке нужно следить, чтобы вы могли при этом восстанавливаться. Потому что на сушке сниженная калорийность питания, сниженная калорийность питания это катаболизм, как правило. Поэтому, чтобы не разрушалась мышечная масса, следите за параметрами восстановления. Восстановление у всех индивидуально зависит от стажа, от тренированности, от глубины истощения во время тренировки, от питания, от сна, от режима в общем. От чистоты тренировок, очень много факторов. Итак, не забывайте подписываться на канал Прокачка, ставить лайки. Здравствуйте, уважаемые подписчики канала Прокачка. Сегодня мы поговорим о количестве повторений в подходе. Сколько повторений дают максимальный мышечный рост. Итак, чем больше у нас количество повторений, тем ниже мы должны брать соответственно вес. Чтобы...